Доброе утро! Неблагоприятный прогноз озвучили спасатели. Он возможен, если в ближайшее время погода начнет капризничать. Пока же синоптики ситуацию оценивают как вполне благополучную. Подготовка к паводку уже началась. Уже сейчас идет от сработки пруда до необходимого уровня по расчетным данным гидромета. Затем у нас создаются рабочие группы по проведению мероприятий превентивных учреждений, взрывным работам, если это понадобится, по распиловке вдоль мостов льда. Сейчас есть новые технологии. Об этом говорили на заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Спасатели отчитали, что в случае неблагоприятного сценария они готовы развернуть пункты временного размещения для людей, пострадавших от наводнения. Пик паводка в Удмуртии ожидается во второй декаде апреля. Нынешний пожароопасный сезон, который спасатели прогнозируют, начнется ближе к маю. Лесничий встретит во всеоружии. Накануне в Республиканском министерстве лесного хозяйства презентовали широкой публике новую спецтехнику для тушения крупных лесных пожаров. В автопарке ведомства появились 8 внедорожных тракторов и 10 современных пожарных машин. Всего же за два последних года Республика получила от Федерального агентства лесного хозяйства 99 единиц спецтехники и средства пожаротушения. Республика впервые за всю свою историю имеет такой парк техники, который позволяет тушить крупные пожары. Но наша задача все-таки не допускать до крупных пожаров. Более 80% техники и оборудования пожарно-химических станций первого типа изношены. И мы сейчас ставим задачу, чтобы обновить и этот парк машин. Прибытие в Удмуртию новой спецтехники стало возможно благодаря личному соглашению главы Республики Александра Волкова и руководителя Федерального агентства лесного хозяйства. Планируется, что в течение нынешнего и следующего года изношенные автопарки пожарно-химических станций Удмуртии пополнится техникой на сумму около 50 миллионов рублей. А 10 миллионов рублей вложит Республика, чтобы уже в этом году восстановить работы медицинских вытрезвителей. Правда, уже под другим названием. Отделение экстренной наркологической помощи, как подразделение наркодиспансера, будет создано в Октябрьском районе Ижевска, как раз на месте бывшего вытрезвителя. Необходимость работы вытрезвителей на заседании парламентской комиссии по здравоохранению обосновывал уполномоченный по правам человека в Удмуртии Михаил Кокорин. Сейчас помощь сильно пьяным гражданам оказывают в приемных покоях больниц. И в адрес Кокорина поступило много обращений от медиков, которые порой оказываются беззащитными перед пьяными дебоширами. Тема вызвала в депутатской среде жаркое обсуждение. МВД не может оказывать им помощь, а медики хотят, но у них условий нет. Когда за ними бегают с ножами, когда отрывают трубы и бегают с трубами, когда льются бранные слова в адрес медицинских, они оказывают, и они не откажутся оказывать. Но это не те условия, в которых на сегодня должны находиться пациенты, которые поступают в приемный покой. В каком состоянии находятся школьные автобусы и как организована перевозка детей, проверяют инспекторы ГИБДД. За неделю они намерены проверить все транспортные средства, которые возят детей за знаниями. Сотрудниками ГИБДД будут проверяться состояние маршрутов, по которым двигаются автобусы ежедневно. Будет проверено состояние пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. Будет осуществляться проверка непосредственно школьных автобусов. Будет обращаться внимание на их техническое состояние. Обратят внимание инспекторы и на заполнение путевых листов проведения медобследования водителей перед выездом на маршрут. Эта проверка внеплановая добавляют в ГИБДД. Обычно инспекции проводят перед началом учебного года. Поводом на этот раз послужил факт о задержании нетрезвого водителя школьного автобуса за рулем. Правда не в Удмортии, а в одном из соседних регионов. Светоотражающие полоски на одежде детей могут стать обязательными. В Российскую Госдуму внесены поправки. Если они будут одобрены, родители обяжут нашивать фликеры на одежду детей и подростков. Все это только в целях безопасности. Большинство ДТП с участием детей происходит в темное время суток. Вот она вот так одевается. И ее в темное время очень хорошо заметно. Она отражает свет фар и водитель как бы замечает пешеходы. Светоотражающие браслеты в Каменской школе носить не стесняются даже старшеклассники. И без них и на зебру выходить опасно. Машины летят не притормаживая, рассказывают одноклассники Миша и Света. Оживленный сарапульский трактор разделил село на две части. По ту сторону дороги дома, по другую школа. Дважды в день дети приходят в проезжую часть. С осторожностью не рискуя. Но все равно каждый год здесь страшно ДТП. Погибают местные жители. Жигули ехала. И поздно тормозить начала. Человек же переходил дорогу. И как бы попался прям в капот. Она протащила маленько. Машина очень быстро тут скорость превышает. Хоть и камеру поставили, едут со скоростью. Сначала влево, потом вправо. Посмотрю, машина остановится. Потом я уже пойду. Раз в неделю, как мантру, первоклассники повторяют правила дорожного движения. Уроки безопасности в Каменской школе стали такими же обязательными, как чтение и математика. Самое главное для человека – это жизнь. А для родителей – это самое драгоценное. Помните, я вам говорила? И вот в следующий раз, когда курточки будете покупать, когда портфели на второй класс будете покупать, обязательно покупайте с полосочкой, чтобы полосочка была. Потому что мы на следующий год будем учиться во вторую смену. Раз, два, три, четыре. Чем больше таких светоотражателей, тем лучше. Нашивать фликеры на верхнюю одежду детей, подростков и на коляске обяжут родителей. Это предложение депутатов Российской Госдумы. К закону о безопасности дорожного движения внесены поправки. В качестве аргумента авторы проекта приводят цифры статистики. По ней каждое четвертое ДТП – это наезд на пешехода. В год в России их происходит 70 тысяч. И 70% из них в темное время суток. Чтобы человека увидели, надо эти плоские, горящие. В селе Каменное инициативу российских чиновников поддерживают. И по сути еще не вступившие в законную силу поправки уже давно исполняют. А республиканским парламентариям пишут письма всем селом. Осветить переход и установить на нем светофор. Анастасия Редько, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». Школы с этого года начинают жить по новому закону об образовании. Большая часть статей которого вступает в силу уже 1 сентября. Одна из них может обрадовать молодых родителей. В детский сад детей можно будет отдавать уже с двух месяцев. Правда, с одной оговоркой. Если в саду будут созданы для них условия. Глава профильной парламентской комиссии Наталья Сударикова отметила, что такой возможностью смогут воспользоваться в частности студенты и одинокие матери, в которых нет иного выбора, как выйти на работу. И хотя Сударикова признает, что с 1 сентября такие грудничковые группы едва ли появятся, тем не менее создание ясельных групп есть в планах республики в ближайшей перспективе. К этому готовиться надо. Надо восстанавливать ясельные группы, набирать контингент, который будет с этим работать. А вы помните, что у нас задача стоит до 2016 года закрыть очередь детские и дошкольные с 3 до 7, с чем мы справились, и начинать закрывать очередь с 1,5 до 3. И нам еще предстоит очень много сделать для того, чтобы этот указ выполнить, а потом уже приступить к подготовке условий для приема детей вот такого маленького возраста. Еще одна проблема, которую придется решать образованию – подготовка рабочих кадров для промышленных предприятий республики это особенно актуально. Об этом говорили на активе Ленинского района – территории, где сконцентрирована большая часть ижевских предприятий. Глава республики отметил, основные проблемы промышленности остались в прошлом. По мнению Александра Волкова, положительные перемены обозначились и на Ежмаше, и он выразил уверенность, что завод сможет вернуть былую славу и наладить современное производство. Более 300 сотрудников городских предприятий «Удмурты» получили внеплановые выходные для того, чтобы поучаствовать в республиканской спартакиаде трудящихся. Она стартовала накануне в Воткинске. В программе соревнования по баскетболу, шашкам, лыжным гонкам всеми этими видами работники активно занимаются на своих рабочих местах. Инженеры, конструкторы, начальники и подчиненные на спортплощадках все оказались равны. 25 предприятий со всех городов республики принимают участие в спартакиаде трудящихся. Уже можно подвести некоторые итоги. В соревнованиях семей в силовой гимнастике победу одержали две маргинские династии, а впереди еще два соревновательных дня. Окончательные результаты станут известны 23 февраля. И пока это все. Хорошего вам дня. Итоги подведем ровно в 7 вечера. До встречи.